Всем привет, дорогие друзья! Итак, к концу подошел мой отпуск. Сегодня уже еду я на работу. Значит, что хочу рассказать? Небольшой отзыв сделаю для вас об автомобиле. Значит, что хочу сказать? Как вы все знаете, ездил я в Сочи. 1700 километров туда, 1700 километров обратно. Вернулся я сегодня рано утром. В 4 утра мы выехали. Из Сочи. И в 4 утра ровно практически, да, мы приехали уже в Москву, в Химке. Ровно сутки я особо там не отдыхал, не спал. Чисто вот заправлялись, останавливались, да, там. То есть вот такие как бы моменты разные были. Вот. Что хочу рассказать о машине? Машина показала себя на удивление очень такой надежной. Робот у меня не запинался. Там, в Сочи, я ее изнасиловал, конечно, очень жестко в том плане, что я на ней поднимался в очень высокие горы по серпантинам. Под 45, наверное, под 40 градусов были подъемы. Вот. Конечно, на роботе, наверное, ездить по таким горам, наверное, не совсем, может быть, правильно, да. Вот. Потому что там все-таки сцепление. Как бы, да, это все равно как типа механики, наверное. Вот. Но, на удивление, робот, блин, не запинался. Думал, честно. Думал, что-нибудь, блядь, с ней случится. Запинается или еще что-нибудь там закряхтит, запердит. Вот. Ну, вот, 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 фу. Доехали вот сколько, 1700 километров без поломок, без происшествий. Машинка показала себя прям очень круто. Ехал я по трассе, по платной, естественно. Когда ехали в Москву, где-то, наверное, скорость держал я постоянную, там, 130, 140, 150, 160. Вот, то есть, да, вот такие моменты разные были. Но ниже 130-140 я не опускался. Расход у меня сейчас показывает 7,7. Но это, наверное, да, не совсем, наверное, правда. Да, по факту я посчитал по потраченному бензину, да, там, по чекам, по заправкам. У меня вышло, наверное, 8,7 расход по трассе. Ну, вот, скажем так, до 9 литров. Потому что прям точно-точно я посчитать, к сожалению, не смог. Потому что я выезжал из Сочи, там, на половине бака где-то, чуть больше половины было. Ну, и так я по заправкам потихоньку заправлялся. Там полбака тратил и заправлял до полной. Вот, так что прям точно не смог посчитать. Но, я говорю, по чекам где-то, по ощущениям, по затратам, наверное, до 9 литров. Может быть, там, ну, 8,5 где-то, наверное, вышло. Но это при условии, что мы ехали почти 6 часов по серпантину. Мы попадали в пробки. Это из Сочи до Джубки. Вот. И, следовательно, уже по прямой трассе я гнал, ну, почти вот, как бы, такую скорость, что я вам до этого сказал 130-140, это была моя постоянная скорость. Не знаю, большой это расход, маленький расход, но я считаю, что при таких условиях эксплуатации, наверное, это, как бы, ну, наверное, хороший расход. Вот. Что еще вам рассказать? Честно, даже не знаю, масло проверял по дороге, ничего вроде не ушло. Я скоро уже еду на третье ТО. Мне озвучивали сумму, конечно, очень что-то большую, блядь. Там очень много чего менять надо, там, 33 тысячи мне сказали за третье ТО. Но я там переговорил с сервис-менеджером. Он сказал, что, короче, там, кое-что придумаем и, как бы, выйдет там подешевле все это дело. Потом я вам расскажу, как чего там сделали. Вот. Там просто по регламенту меняется, там, охлаждающая жидкость, свечи, да, то есть это вообще, в принципе, делать там на 20 тысячах, вот как у меня сейчас ТО подходит, ну, в принципе, и не стоит на самом деле. Вот. Потому что свечи у нас стоят здесь, насколько мне сказали, иридевые. Они, как бы, отхаживают там по 50-60 тысяч километров. Это прям запросто. Нафига их покупать, менять на 20-ти не совсем понятно. Они, как бы, не тысяча рублей стоят. Вот. Так что по ТОшке скоро еду, поменяю масло. Но вот у меня пробег уже получается... Сколько у меня сейчас пробег? Сейчас я посмотрю. Сколько у меня сейчас выходит-то? Ну, короче, почти 19 тысяч пробега, но у меня по регламенту на 21 я буду менять. Но я меняю раз в 8 тысяч где-то, ну, не больше, примерно вот так. Потому что, как бы, все равно масло, блин, и в пробках стоишь, да, долго, и то, и все, как бы, в любом случае лучше пораньше поменять. Так что, вот такой отзыв небольшой у меня получился. По машине реально нареканий никаких нету. По трассе она идет четко. Шорт мой можете посмотреть. Я там снимал, как она едет четко. Прям руль не шелохнется. На 150 прям, блин, вообще она четко идет. Я, конечно, с машин на самом деле угорал. Я, безусловно, там не говорю, что это, там, какой-то Porsche Cayenne Tour B-S. Вот. Но по трассе едешь в левой полосе, там, да, условно, там 130. Сзади там догоняет какая-нибудь, там, тачка, да, там, ну, разные, там, машинки были. Начинает моргать, моргать, там, сигналит, типа, пропусти. Как бы чуть-чуть газку поддаешь. Ну, честно, я, как бы, не понтуюсь, ничего. Но мне прям, вот, прям по кайфу. Мне прям зашло это состояние. Газку поддаешь. Она, условно, там, со 120, со 130 просто улетает. Как будто, блин, я не знаю, блин, ну, реально. Это я ехал, кстати, забыл сказать вам. Все в режиме нормал. Она прям улетает, реально. Я в зеркало смотрю заднего вида. Машина уже все далеко-далеко уже в точку. Она даже, условно, не может нагнать меня, да, как бы, особенно вот с атмосферными двигателями. Это просто без вариантов. Она просто улетает. Условно, там, со 120 до 160 она просто, ну, буквально, я не знаю, проходит сколько. Блин, надо засеять, реально. Может быть, секунды, блин, три, наверное. Ну, реально, я вам говорю. То есть, это прям очень бодро едет. Я, блин, не знаю. То есть, все такие машины атмосферные даже соревноваться, ну, по сути, наверное, не стоит. Да, какие-то, безусловно, там, Мерс, Бэхи какие-то такие крутые, заряженные. Они, естественно, там, блин, уедут и далеко уедут. Но в целом, вот, обычная машина, она делает просто, блин, на ура. Просто в точку уходишь и все. Мне кажется, сзади, когда машина едет и видит, как какой-то китаец там уходит далеко, блин, вперед. Мне кажется, они прям в тихом шоке, на самом деле, находятся. Но мне, по крайней мере, это прям такой прям кайф, адреналинчик небольшой приносило. Поэтому я прям, блин, вообще охренеть. Это даже я не в спорт режиме. Естественно, просто в нормале. Она просто в нормале, как сумасшедшая, улетает. Те, кто на ней не ездил, вам может быть смешно. Но, блин, те, кто ездил и у кого есть такая машинка, я думаю, что поймут, о чем я говорю. Вот, так что я, блин, просто пока вот условно на трассе не покатался, да, вот по Москве, да. Ну, ты не ездишь, я особо не езжу здесь быстро. Я тут не выделываюсь, не катаюсь там, блин, как сумасшедший. Нет. Ну, вот я все это время почти, да, там, сколько у меня машина, уже 9 месяцев. Я на такие трассы прям, ну, вот такие прям скоростные, никуда не выезжал. Вот, но здесь прям, мне она очень понравилась, очень прям порадовала то, как она прям очень бодро едет. Прям вообще супер. Робот она прям, блин, переключает скоростя просто на ура. Ну, вот и при таких, как бы, ускорениях, да, это, то есть, постоянно вот эти все, то есть, притормаживаешь, обгоняешь, разгоняешься, то есть, там, со 120, там, и больше, как бы, да, хреначешь. Ну, вот при таких всех раскладах получается вот расход, как бы, ну, я думаю, что не такой большой. При условии того, как, в каком режиме, в каком ритме у меня получилась эта данная поездка. Так что, что вам еще рассказать, не знаю, пишите комментарии, задавайте вопросы, я там на все постараюсь вам ответить. Вот, так все основное, что хотел рассказать, я вам рассказал, я не знаю, панораму я в Сочи не открывал, потому что там жара просто невозможная. Я всегда ездил с закрытой шторкой, уходил, оставлял, я себе купил на лобовое стекло вот эту фольгу, вот, потому что так невозможно. Это я сейчас вот в Москве, да, я там ещу сейчас так, а там вот так с открытой крыши просто нереально нагревается, просто жесть. Вот, так что, ну, вот такой получился у меня ролик с небольшим отзывом. Пишите комментарии свои адекватные, задавайте какие-то вопросы свои, кому что там интересно. Я думаю, что, ну, я честно скажу, блин, машина показала себя прям с наилучшей стороны, я прям очень доволен, очень удивлен в некоторых моментах. Так что, я прям, короче, супер-мега доволен. Все, ребят, всем удачи, всем здоровья главное, и всем пока, и берегите себя. Продолжение следует...